Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Сегодня мы с вами встречаемся при поддержке издательства «Белые Альвы». У нас в гостях хранительница родовых знаний, потомственное ясновидище, победитель конкурса магов 2014 года Лада Ведуни. Здравствуйте! Лада, у вас вышла очень интересная книга «Кодекс мага». Расскажите, пожалуйста, кодекс. Почему именно такое название? Кодекс мага содержит в себе кодекс чести в первую очередь. Как должен поступать человек, который каким-либо образом связан с магией. То есть это может быть как обычный человек, так и маг. Мы все связаны с магией в этом мире. И надо знать, как поступать, чтобы высшие силы награждали нас за то, что мы делаем, а не наказывали. Кодекс, он, как у нас есть другие кодексы, расписан очень четко по статьям. Определяет моменты, как нужно поступать. Вкратце сейчас у нас есть статьи «Допуск магической практики и посвящение наставничества обучения, запреты на магическую практику и ответственность за неуполнение действий». И классификация магов, права и обязанности магов и регламент проведения магической работы. То есть все очень четко прописано, поэтому это кодекс. Здесь четко только техническая литература, без какой-либо пояснительной части. Можете нам рассказать, что такое магия? Потому что у нынешних людей есть не совсем четкое представление, да? Вот это хорошо или плохо? Понятие как таковой магии не включает в себя понятие на добро и зло. Как говорят, есть черная магия, есть белая магия, но это не совсем настолько резкое различие. Что такое черная магия? Это магия разрушения, штука белая магия, это магия за создание. Магия, она проста. Каждый человек в нашем мире так или иначе когда-либо в своей жизни применяет магию. Сказанное слово, зависть, деяния любые, любой поступок – это все магия. Что такое магия? Магия – умение управлять пространством вокруг, умение управлять энергией вокруг. То есть есть магия, название еще и в древнем славянском называется чару-действо. То есть что такое чару-дей? Тот, кто умеет наши чары, то есть в индийском названии это чакры, в русском это чары. То есть чара, чаша света. И вот у нас наши чары деят. Чара деят. То есть помогает человеку настроить его внутренний мир, его ауральную оболочку, как в современном языке говорят, именно на созидание, на исполнение предназначения, на направленность его в каком-то ключе. То есть чару-дей, маг, его основная задача – создать человека, сделать его целыми сны. Ну и, естественно, создать и сделать целый сны в мир вокруг себя. То есть получается маг и чародей – это очень близко. Это разные названия, просто русское и нерусское. Маг – это общее название, как и чародей. Просто чародей просто легче для русского человека воспринимается, как вот чары, да? Проще воспринимается, чем чакры, чем, говорит там, аджна. Мы знаем, что это хара, характер, уста. Ясно все, да? Око или чело. Родник. Все это понятно, ясно, то есть это образно. В чародей – это более образное слово. А вот ведьма, ведунья – разница есть? Это очень большая разница. К сожалению, очень многие не знают, чем отличаются ведьмы, ведунья, колдуни между собой. Если разобрать по буквице, разобрать по слоговому состоянию, те, кто занимается языком, я думаю, понимают состояние вот этого, почему это важно заниматься. Ведунья – это тот человек, который ведает и направляет. То есть ведунья – тот, который ведет и направляет энергию непосредственно в мире. То есть это практик. Тот, кто практикует магию чародейства. Ведьма – это ведущая мать. Это тот, кто хочет людей управлять магией вокруг, то есть управляет пространством вокруг, учит чародейства. А вот ворожея, ворожба. Не идет от слова ворог, враг. Насылать что-то плохое. Ну, ворожба – это не о том, что вражда, да? Не от этого слова. Но ворожить – это значит создавать вокруг себя воронку. То есть что такое? В – это ведать. О, Н, Р, Р – это Р, Ц, то есть граница. Ведать границы и создавать их. Воро – жить. Создавать границы мира, да? Управлять пространством. Ворожея у нас так же, как… Это один из видов чародейства – ворожба. Ворожеи больше относятся, наверное, к ведуньям. Но как таковой отдельной классификации к магам они не относились. То есть это просто то, что делает человек. Есть, как у нас на своем мире, да? Вроде он маг-экстрасенс, но экзорцист, да? Духовидец, ну, то есть медиум. И опять-таки это просто одно из направлений в чародействе. Это не плохо, не хорошо. Можно выражать хорошее, можно выражать плохое, как у маги. А ведуньям может создавать чудесы, да? То есть без помощи негативных или позитивных сущностей, которые он сама создавал. Без помощи духов-помощников ведуньям может делать как хорошее, так и плохое. Это вопрос выбора. То есть создать разрушающую магию или создать созидательную магию. Это вопрос внутреннего состояния, а не вопрос разделения магии на хорошее или плохое. То есть что же с выражением? Вот я сейчас смотрю, у нас очень много женщин и мужчин прибегают к помощи экстрасенсов. Вот на Руси раньше у нас женщины ведали, да? И мужчины также магии. У нас на Руси в каждом поселении был экстрасенс, это обязательно без ведуньи или волхва. Это мужское название ведуньи. Без волхва или ведуньи не проводились вообще никакие обряды. Была даже окладная часть у многих, то есть это было высокооплачиваемые люди, которые занимались непосредственно для этого поселения всем необходимым. Создавали урожай, меняли погоду, лечили, снимали мороки. То есть занимались полностью этим поселением, в котором они живут. И за это мне, естественно, собиралось здесь одиннадцать дворов. Поэтому и пошло, да, что маг не имеет права там брать какие-то благодарности. На самом деле это не так. Даже чужих земец, который зашел в это поселение и попросил непосредственно этого ведущего человека, ведича, произвести с ним обряд, да, чародей попросил, обратился к ним. Он все равно обязан ему какой-то благодарность полупренности. То есть действительно, когда никаким образом были же и перехожие, те, которые ходили по селам, по разным градам, и перехожие, и чародеи, их также благодарили каждый. Это обмен энергии. То, что мы отдаем, человек должен дать назад. Это нормально. Чем больше ты отдашь, тем больше ты получше. Это правильно. И человек, который просил чародея, не всегда, допустим, мог его отблагодарить там каким-то материальным, там, еду или еще о чем-то. Но он мог сделать что-то хорошее. Кстати, у нашей семьи есть такое правило. Правило трех, да. Недавно выяснилось, что не только у нашей семьи. Правило трех – это то есть, когда человек к тебе обращается, ты делаешь ему благо, взамен он не может дать тебе ничего, но ты можешь ему дать задание, помочь тьм людям за ним. И я узнала, что это очень распространенная, оказывается, практика среди многих, и даже разных, то есть, в ключах. То есть, когда звучало этнические писания, я была удивлена, что это правило даже прописано во многих сказках и везде, то есть, это очень удивило. Вот вы сейчас рассказали про свою семью, очень интересно, вот свои знания. Я понимаю, вы получили это от своих родственников, правильно? Да, я, скажите. Получил их отредков, и я со стороны прадеда моего, это мой любимый родитель, его уже, к сожалению, из живых, и мой главный наставник-учитель. А прадедушка у меня был целитель. Серьезно, всеми целителями, которые мне очень восхищались, которые мне показали, быть похожи. В семье у нас принято создавать союз между людьми, которые имеют лучше или какие же способности. То есть, сохранение генофонда, то есть, кастовости. Поэтому очень много веков наша семья, в том числе и я включительно, соблюдаем этот такой закон. Вернее, даже в нашем покон, в нашем понимании. То есть, чем больше мы передаем, то есть, собирая сильный род мага с одной стороны, сильный род мага с другой стороны, соединяя, мы умножаем силы. И знания у ребенка открываются уже сразу после рождения. Многие сейчас, кстати, души, новые, маленькие, пришли именно со знанием, исследуемым. И мы можем видеть такое, что ребенок закричал, свет замигал. Родителям нужно уже, даже на таком маленьком человечке, сразу, если он говорит, что он видит домового, верить ему, направлять, открывать. Потому что у нас сейчас пришло новое поколение тех предков, которые изначально ведали это, изначально знали эту магию. И они возвращаются сейчас в этот мир уже с ведением от рождения. То есть, серьезная магия. Наши поколения, они не такие сильные, какие будут. Вот сейчас уже 18 лет девочкам, которые сильнейшие. Там от 16 до 20 уже идет сильная веда. А еще более маленькие такие ведки, они еще тоже сильные. И каждый род дает сейчас воплощение именно одного из старцев, одного из ведичей. А почему так происходит? Наверное, потому что мы подошли к какому-то тупику? Или почему все-таки причина? Почему большим сейчас количеством? Потому что на данный момент человек перестал воспринимать мир вокруг себя, пространство. Перестал чувствовать это, видеть вокруг себя. То есть, та магия, которая происходит, все не знают, но никто не пытается ничего сделать для мира. Все занимаются чем-то. Ребята говорили, ладно, а можно у тебя поучиться? Для чего тебе это нужно? Он говорит, я хочу духовно развиваться. А куда ты это примешь? Ну, просто для себя, для духовного развития. Нет эгоизма нашей русской традиции. Нет. То есть, если человек развивался, он развивался непосредственно для чего? Для того, чтобы вокруг себя, пространство ладить. И чародей, это его предназначение. Ладить пространство. Как мы сейчас скажем, спасать мир. Ладить пространство вокруг. И люди разучились это делать. Раньше все знали и понимали. Даже не те, кто не учился на магии, они знали и понимали, что пространство вокруг, оно живое, что ему нужно ладить, его нужно направлять, с ним нужно работать. Ну, сейчас вот. Поэтому и кодекс мало-то пришел, потому что люди начали творить дела в интернете. Вот это очень много сейчас черношной информации, неправильных заклинаний с ним. Кажется, вот хорошее заклинание. Человек читает не болей, не зли и так далее. А Вселенная наша, пространство, оно не слышит слова «не». Любое отрицание для нее идет в обратную сторону. То есть, когда ты говоришь человеку «не болей», ты желаешь ему болезни. И люди об этом забыли. Поэтому новые люди приходят. Поэтому слово «последний» и слово «крайний» сейчас очень стало. У нас в семье до сих пор говорят «последний», говорят «крайний». Но люди начали сейчас говорить «крайний», почему-то боятся слово «последний». Да, вот ли столкнуota с тем же? Да, «крайний». То есть, это то, что на краю. Следующего то ли будет, то ли нет. А последнее, то есть, то, что идет по следу. Ну, Вот это неплохо, не потому что это все, это конец, а наоборот, последний и последующий. Почему? Это же образ, а мы его не говорим, мы говорим крайний, все край, дальше ничего не будет. А люди наоборот это воспринимают. Вот так у нас морг действует, кривда, та, которая сейчас идет. Очень много есть с экранов телевизора кривды. Посмотрите передачи, да, разные, если мы даже экстрасенсорные передачи возьмем, разные, абсолютно разных каналов. Посмотрите, что они там задают, какие задания дают экстрасенсорные. Кладбище, мертвые, кого вытащили, кого нашли, кого убили. Один негатив. Поэтому маленькие наши приходят, чтобы этот мир встряхнуть, сказать, ну, ребята, если мы сейчас не возьмемся, если мы не начнем думать своей головой, мы творим магию своими мыслями. Если наши мысли не станут образными, а станутся безобразными, то, соответственно, это будет пострашнее. Нас просто смоют катаклизмы. Или мы сами себя разочим. Очень важно. Вот как обычному человеку сейчас все-таки очень сложно потеряться в массе той информации, которая сейчас есть вокруг нас. Как обычному человеку научиться, возможно, неправильно управлять своими пространствами, где мы живем, потому что все-таки от нас зависит то, где будут жить наши дети, где будем жить мы и вообще. Каждый человек, в принципе, управляет пространством вокруг. И это зависит от мысли. Надо понимать, что Вселенная или пространство вокруг, да, это как одна большая добрая мама. Что она делает? Она слышит наш голос. Мы говорим, я хочу то-то. И она это дает. Наши мысли она воспринимает прямиком. Хорошее ты пожелаешь, плохое. Ну, я вот обычный пример привожу, да. Человек захотел, чтобы у него разорвались ботинки. Ну, вот он в нее уже ходит 8 лет, хорошие ботинки. Он хочет новые, но ему жалко старые. Он ждет, пока они разорвутся. Для него это благо, разорванные ботинки, так? А вот сидит человек, у которого денег не осталось. Мир вокруг рушится, да. И еще и ботинки разорвались. Для него это хорошо или плохо? Плохо. А Вселенная как? Для нее это факт. Разорванные ботинки. А он ходил, вот этот человек, бедный, и думал, ой, у меня эти ботинки разорвутся, как плохо. А Вселенная говорит, ты хочешь разорванные ботинки? Получай. То есть ей все равно. Она воспринимает наше нытье, наши негативные мысли, наш позитив. Одинаково. Просто идет выход энергии из живы. И информация из воли уста. То есть око и уста направляют силой воли через уста. Наживы накладывают информацию. Все, пошла энергия фа. У нас это так называлось энергия фа. Пошла энергия фа. И Вселенная, пространство эту энергию восприняла. Информацию прочитала с нее. И дала. А она ждет, как добрая мама. Ты попросишь конфеты на тебе, ты и даст. Понятно. Понятно. Поэтому каждая мысль, произнесенная, сделанная, каждое действие, оно имеет последствия. И в кодексе многого это важно. Потому что если мы знаем, как составлять с длинами, знаем, как составлять обряды, знаем, как себя вести, и помогает настроить человека, то чтобы это сделать правильно. Потому что чтобы это было пространство, ушло так, чтобы ему от этого хорошо было. Скажите, а вы лично обучаете данным навыкам? Потому что читать это одно, это очень правильно. Но все-таки очень многие люди, очень многим вызовам будет приятно лично получить эти знания. Или как-то встречи, может быть, вы проводите. Потому что, я считаю, это как-то... Ну, в бумаге у меня сейчас есть семинары, но очень редко это провожу. Но я сейчас занялась другими. Я понимаю, что это пока люди, мы готовы к этому немножко. Те, кто готовы, там, я с ним занимаюсь. В первую очередь, для того, чтобы открыть в себе дар, а мы всегда чувствуем, есть он или нет. Для того, чтобы направить человека, нужно раскрыть первое что? Родовой поток. Раскрыть то знание, которое забито многими нашими ограничениями. Помочь отличить крифту от правды. И вот это у меня семинар «Память родов». Он бесплатный будет проводиться при помощи нашего прекрасного издательства. И будем проводить и помогать людям раскрывать все то внутреннее состояние, которое есть в мире. Я считаю, что каждый человек должен учиться сейчас той магии, магии управления пространства, которую мы знали когда-то, которую мы учили с детства. Девочек обучали на вес. Веста, невеста, да? Брак, союз, разница. То есть с вестой – союз, с невестой – брак. Невеста – это девушка, которая неведает. Неведает, да? Да. Да, сейчас учимый день у нас невесты. Можистую. Но каждый из нас может стать вестой. Не каждый. Может стать и правильно. А самое главное, я считаю, правильно воспитать детей. Потому что если мы все время были не обучены, у нас нет. Ну, мы должны хотя бы дать это нашим девочкам, мальчикам, чтобы у них было видно. Да, мы с мамой сейчас – это главная задача. Потому что те ошибки, которые совершили мы, они уже не должны совершать. Но они многие непослушные, когда их пытаются увести от правды. Они сейчас слышат правду. А вот нашим поколениям, то есть более младшим от меня и более старшим от меня, то есть в 50 лет, да, вот эта разница, нам нужно действительно каждому учиться. Понимать, познавать. Это наша задача, потому что тогда мы сможем направить детей наших. А вот вы книгу еще собираетесь выписать по поводу родовой памяти? Потому что, мне кажется, почитать тоже будет интересно. Не все в ней присутствуют, возможно, на семинарах. Есть план? Да, конечно, у меня есть, она уже почти написана, у меня есть книга по раскрытию родовой памяти через календарные обряды праздники нашей Древней Русской. Именно каждую книгу, которую я пишу, я всегда настраиваю на то, что при ее прочтении раскрываются родовые знания. То есть на то, чтобы человек сам это делал. Я даю ключи, ты ведая, раскрываешь сам. Это очень важно, чтобы человек сам это делал. И сейчас книга, которая будет обряды календарные праздники, почему она так долго пишется у меня, по той самой причине, что я ищу этому как обоснование, так и опровержение с научной точки взаимы. То есть каждый факт, каждая дата, я всегда ищу нового фолькхуристов, археологов, какие-то доказательства, противоречия, соглашаюсь, не соглашаюсь с учеными. И для меня важно написать именно то, что будет правдой. Конечно, могут быть какие-то там внутренние мои, субъективные, это нормально. Но я надеюсь, что оно будет максимально объективным. Поэтому я так долго не работаю. Ладно, ты можешь немножко поподробнее рассказать о семинаре родовой памяти, чтобы нам было более ясно? Мы на родовой памяти сначала проведем теоретическое изучение основ того, как можно открыть родовой поток. Я каждый покажу, расскажу, дам задание. То есть у меня больше техническо-практический подход к семинару. Я всех прошу наших слушателей, кто придет на этот семинар, обязательно заберите с собой максимальное количество вопросов, потому что по вопросам мы можем максимально раскрыть в себе то, что нам интересно. Для того, чтобы поток открылся именно на том уровне, который нужен человек. Дальше у нас будет практическая часть. Мы проведем ледитацию на поверхностном состоянии, то есть в состоянии мага-чародея. Не в состоянии, то есть когда человек закрывает глазки и выходит недалеко. Именно в состоянии чародея, когда мы слушаем себя, слушаем пространство вокруг, проведем ледитацию как раз в плане крови. Далее после этого мы начнем такую как раз движущую силу саму по раскрытию правды, крипты. То есть я буду давать задания, где есть крипты, давать задания, где есть правды. И нужно будет определить, делиться друг с другом то, что он почувствовал, прочувствовал поток, где вот на эту информацию, как отвлекается тело, как отвлекается душа. То есть мы будем учиться раскрывать в себе родовой поток и знание отвечать, как правда звучит в теле, в эмоциях, мыслях, как крипта звучит в эмоциях, мыслях. То есть проверять свои ощущения, видение и вибрационную составляющую внутреннюю. То есть мы проведем такую больше практическую работу. А самое важное, что семинар у нас абсолютно бесплатный, потому что есть желание раскрыть в каждом этапе. Поэтому я всех приглашаю. Надеюсь, будет вам интересно. Вы сможете выполнить мою просьбу. Именно обмен энергии, которую я у вас прошу за этот семинар, это помочь другим раскрыть в себе хоть чуточку, хоть капельку, умение видеть, отличать крипту от правды. У нас есть такая замечательная традиция. Пожелайте что-нибудь с нашим зрителям и слушателем. Какие у вас будут? Я желаю нашим зрителям и слушателям раскрыть внутреннее состояние свое, раскрыть умение управлять пространством, умение воспринимать поток родовых программ наших родовых задач, воспринимать поток информации, родовую память, для того, чтобы менять этот мир к лучшему. Каждому желаю раскрыть это в себе и помогать другим и каждому раскрывать это. Я считаю, что каждый должен помочь каждому и с благодарностью, и взамен благодарность будет то, что другой также поможет следующему. Моя задача и цель именно максимально помочь людям раскрыться сейчас. Ну, на этом мы будем заканчивать. С вами была Юлия Стоянова. Ладно, бедонья. Всем всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова